Так, всем доброе утро, Коля еще спит, поэтому я тихо говорю. Я уже проснулась, чтобы помогу, позавтракала, чтобы пойти на маникюр. Прошло уже больше месяца, у меня просто с ногтями ужас полный, просто все уже сломалось. Планировала просто отмыть квартиры сначала, потом уже идти на маникюр, но сначала я заболела, потом мои мастеры, наконец-то мы все выстроили, и сегодня сделаем новые ноготочки. В общем, да, кстати, я к вам сегодня впервые выхожу без макияжа совсем. Но в последние дни чуть мне как-то не всегда хочется краситься, и я себе начала нравиться. Это очень странно, но да ладно. В общем, иду я на ногти, решила поделиться с вами тем, что происходит сейчас в моей жизни. В общем, после слов доктора, врача-гинеколога моего, о том, что я все-таки сильно поправилась, я все же решила браться, чуть-чуть взяться за свою активность. Хотя я не скажу, что я такая там какая-то тухлая, сижу дома, своими днями валяюсь. Нет, я всегда при деле, всегда что-то делаю. Но, например, за то, что я зима на улице, не хочется лишний раз выходить. Хотя, конечно, каждый день ходила в магазин, даже при наличии всех доставок. Я извини, что я такая запухавшаяся, я бегу уже, насколько это возможно. Вот, даже при наличии всех доставок я все равно старалась выходить сама в магазин каждый день, что-то покупать, вокруг дома кружочек делать. Но, после слов врача, я решила, что буду каждый день стараться делать, ну, тысяч семь-десять шагов. Конечно, десять тысяч мне даются сейчас очень сложно, потому что начинает болеть копчик, поэтому я сильно насилую, у меня нет такого, что вот строго десять тысяч. Поэтому там шесть, семь, восемь, вот так вот тысяч, сколько будет настроения. Поэтому вчера уже был второй день вечера. В общем, мне нравится вечером, где-то часов восемь-девять. То есть я где-то часов семь ужинаю, собираюсь и иду гулять вот в этот парк. Очень классно, по вечерам здесь никого нет. И решила немножечко, то есть питание свое никак не менять, но только на ужин есть совсем прям совсем лайтово, чтобы все-таки хоть как-то хотя бы дальше не набирать. Потому что, конечно, не буду я зацикливаться. Вы правильно, мне там в комментариях написали, что можно так не зацикливаться у врачей. Просто есть свои рамки, которым они должны соответствовать. Ну, их пациенты должны соответствовать. Но, тем не менее, прям сильно как-то себя загонять, переживать я не буду. Спасибо вам большое за то, что вы написали в комментариях слова поддержки, что это не так все страшно. Я тоже считаю, что все-таки не 20 килограмм я набрала, но немножечко включу активность в свою жизнь. И облегчу еще сильнее себе ужин. Наконец-то у меня новенькие ноготочки. В общем, решила сделать короткие. Уже второй месяц короткие, просто тогда у меня отросли, они очень сильно матовые сделала сердечками к дню 100 Валентина. Красиво, в общем, так нежненько. У меня вообще тянет на нежное. Так что сейчас пойду. Пойду с таким маникюром, с красивым домой к мужу пластится. Я вам еще не показывала. Мне Коля на Новый год. Часть его подарка была для съемки. Он очень поддерживает мою идею снимать все на YouTube. И вообще я уже рассказывала, что, в принципе, я сюда начала снимать только благодаря ему. И он мне подарил такую штуку. Так, как она открывается? Так, сейчас. Петличка. В общем, он очень бесится, когда он смотрит видео мои на YouTube. Естественно, он пересмотрит все мои видео. Он часто оставляет комментарии. Там вы все видели их. И он мне купил петличку. Набор такой с шумоподавлением. Вот эта штука, короче. И вот такую штуку. Я забыла, как это. Стадикам. Вот. В общем, Стадикам я уже пользовалась какое-то время. Там кое-что снимаю. Сейчас тоже кое-что буду снимать. И вот сейчас, с этого момента, я сейчас надену эту петличку. И начну на нее снимать, записывать видео. И хочу, чтобы вы мне написали, как вам звук. То есть обязательно сразу пишите в комментариях. Вот. Сейчас будем надевать. А где-то петличка надевается сюда. Жоап. А если синим горит, это оно работает, да, уже? Покажи, как. Просто ногу зари. Да, вот так. Да. И надеваю, она работает, да? Да. Все? Да, погромко проверила, да, проверила, насколько он пишет громко, негромко. Ну, я на максимум сделала. А, ну. Я лучше потом буду уменьшать. Так, поехали, не увидел. Я такая машина, что она вкрутилась. Ты почувствовал, да, ты отчел чуть? Да. Ну, и вот так прям можно говорить, как-нибудь. Слышите меня? Ну, ты там будет слышно такой, но не будет этого, знаешь, когда я помню сам, который идет. Ну, да. Ну, теперь я буду ходить с такой штучкой, как будто я певица. Я думаю, что можно вот так же. Спасибо, любимый муж. Вот. Можно купить колье красиво на него цепля. Колье. Дайте поцелую, чтобы все видели, что я благодарна, потому что сначала мне не очень понравился подарок. В общем, мне... Да. В общем, мне посоветовали пятновыводитель и порошок. Сказали, что в паре они работают классно. Потому что я исп... Блин, я громче буду говорить. Потому что я испачкала свой костюм шелковый, атласный. Ну, который вы уже все миллион раз видели. Вот. И платье, свою лапшу. Любимое платье. Я в нем сейчас снимаю недельки. И я решила попробовать кислород... Вот про него я думаю, что вы все уже слышали. Я тоже решила попробовать. Но у меня еще мама осталась очень довольна. Мама у меня не блогер, естественно. Я решила, что тоже, пожалуй, закажу эту шушку. И сейчас буду... Ой, боже. Сейчас буду проверять. Ну, у меня как раз все закончилось. Пятновыводитель и гель вот этот для стирки. Поэтому я сейчас все достану. Так, это убираю. Вот. Сейчас достану, короче, свой костюм. Замочу его. Сейчас почитаю, как это все делается. Вот. И... И поделюсь с вами отзывом, как мне. Нравится или не очень. Так, я решила приготовить сейчас сырники. Мы с вами в прошлой влоге покупали все для них. Посмотрите, насколько сильно еду на молочку. Просто сегодня еще этот, да, греческий, греческий йогурт купила. Так. Выкладываю все творожки. Пропорции я вам напишу, потому что я их сама записываю, никогда не запоминаю. Это я вам напишу. Но сырники вот мои просто, девочки. Я вам очень советую взять и попробовать такие сырники. Так. Так, так, так. И яички у меня еще из холодильника нужно будет достать. Покажу вам весь свой холодильник. Ничего у нас тут такого интересного нет. Вы все это видели. Так, яйца. Кстати, в самокате вот эти яйца очень даже недорогие. Два десятка, 250 рублей. Ну, относительно этой ценой. Относительно того, что мы видели, бывает. Боже, как меня достал наш сосед. Так, сейчас я помою яички. Человек открыть надо. Вот. И дальше мы с вами вернемся. Я уже все насыплю там. А, муку еще нужно. Муку, муку, муку. А, мука далеко. О, сейчас. В общем, ладно. Сейчас я все рассыплю уже по контейнерам. И вам расскажу, что дальше делаем. Так, все. Я помыла уже яички. Насыпала муку. Сколько мне нужно? Всего творога. Сейчас его буду высыпать. В общем, яиц на 900 грамм. Я сейчас подсмотрела. На 900 грамм творога. По три штучки я кладу. И по 8 ложек столовых муки. И еще мне понадобится... Так, это не понадобится. Это разбиваем просто. Так, еще мне понадобится сахарок. Что-то у меня запрызганное такое здесь. Потому что я недавно мыла. В общем, вот. Еще сахар понадобится. Ну, сахар по вкусу. Я где-то на 900 грамм. Ну, пару ложечек туда могу добавить. Может, одну ложку где-то. Ну, в зависимости от того, с чем вы любите есть. Вот. Я в основном со сметанкой. Поэтому можно и побольше с сахаром. Но лучше, конечно, поменьше. Так что сейчас все буду смешивать. Сначала творог сюда засыплю. И потом уже все потихонечку. Потихонечку. Конечно же, все уже испачкано. Творога получилось очень много. Пришлось разделить. Так я сразу вот так вот его все сюда высыпаю. Ну, половиночку я высыплю. Ну, да. Где-то так. И сахар. Сначала все руками размешиваю. Конечно, очень много. Но я их люблю замораживать. Поэтому вам не обязательно, конечно, столько покупать всего. Просто я люблю, знаете, сразу намесить почву, заморозить. И дальше уже просто доставать их и жарить вообще, чтобы не было. Потому что все время вот так вот все в муке. Все в твороге. И я вот это, конечно, не люблю потом отмывать. Поэтому. Поэтому как-то так. Короче, главное вот эту массу прям хорошенечко прожмакать. Если я ее делаю не очень много, то я использую погружной блендер и прям перемалываю это все. Ну, сейчас я не буду этого делать, потому что у меня очень много творожной массы. У меня даже не получится сделать это. Поэтому просто я прям тщательно все это так жмякаю, жмякаю, жмякаю. Вот. И дальше уже будем формировать сырники перед заморозкой. Но перед приготовлением их обязательно нужно заморозить. Чтобы как раз была такая масса прям, ну, знаете, творожная, воздушная. Чтобы такая влага там сохранилась. И внутри все это было. Я не знаю, как это объяснить. В общем, именно после заморозки они просто получаются очень воздушные. Если у вас есть какие-то лайфхаки, как вы готовите эти сырники, тоже пишите, если вы тоже такой же фанат сырничков. Потому что многие готовят их достаточно сухими. Они просто как творог поджаренный. Вот так получается. Я же люблю вот именно, чтобы была как творожная масса. Я вам сейчас покажу поближе, как это все выглядит вблизи. Она супер мягкая. Это все выглядит. То есть вы видите, что оно такое прям. Вот так вот его прям шмакать надо все полностью. Вот. И оно получается такое достаточно легкое, воздушное. Чтобы не было такого, что вы едите камушек, а не сырничек. То есть оно прям супер мягкое. Оно легко продавливается у меня. Сейчас оно мне выйдет за берега. Я только убралась тут более-менее. Так, и еще один важный момент. В общем, для того, чтобы заморозить сырники, я использую такую деревянную доску. Но не кладу их на... Прямо на нее. Я обматываю доску пищевой пленкой. Так они не примерзают к доске. Конечно, в принципе, их потом можно отковырять. Но просто с вот этой пищевой пленки гораздо легче все делать. Так. Вот. Ну, не знаю. Я знаю только такой метод. Наверное, есть какие-то коврики силиконовые, которые можно купить. Ну, я не хочу ничего покупать специально для этого. Меня устраивает доска. Но вот такой доски, она достаточно большая. Но ее хватит наполовину вот этой миски. Все остальное, наверное, буду просто на тарелках делать. Так. Где у меня нож? Мне же мука еще нужна. Так, не очень красиво получилось. Ну, ладно. Нужна будет вот такая тарелочка. Точнее, кружечка. Неважно, какая она будет. Я сразу насыпаю сюда чуточек муни. Муни. Мачурники. И начинаю помирать. Беру такой небольшой комочек. Ну, как. Средний, не очень маленький. Не люблю, когда делают такие вот малюсенькие комочки. Сюда кладу, накрываю. Потом переворачиваю. То есть, сырники мои, они легко очень деформируются. И это нормально. Так и должно быть. Только в таком случае они будут достаточно воздушные и легкие. Вот, чтобы... Вот видите, я их беру, и они деформируются. Так и должно быть. Ну, просто мы аккуратно все будем делать. И выкладываем их сюда на доску. Мочим руки. Намочили. Взяли снова такой побольше кошманчик творога. Здесь чуть замиксовали. Ой-ой. И обратно. Просто у многих получаются сырники. Ну, они, может быть, вкусные, но они твердые. Вот, мне кажется, даже у Юлии Высоцкой, которую она показывала, вот эти вот безобразия, ну, как раз вот были они жесткие. Одно дело, они некрасивые. Ну, во-первых, хочется кушать красивое. Я люблю, чтобы вся еда была красивая. А, во-вторых, она должна быть вкусной. И вот такие сырники, именно в таких пропорциях, они получаются очень воздушные, легкие. И реально как творожная масса. Ну, и, собственно, все. Так дальше я все заполняю. Ну, вот, собственно, все я уже сделала. Ну, как, все. Мне еще сейчас предстоит дофига. Но вот то, что я сделала... Ой, их не поднять, конечно. Соответственно, я их выложила сюда и отправляю в морозилку до завтрашнего утра. С утра уже приготовила... Так, у меня здесь места нет. С утра их уже буду жарить. Скорее всего... Да, кстати, вот эта пицца очень вкусная. Мы берем по скидкам, если там есть. В самокате она часто бывает по скидкам. Нам нравится. Вот, отправляю, в общем, их в морозилку. Где-нибудь на... Ну, на ночь. Завтра с утра уже буду их доставать. И без разморозки жарить. Ну, в общем, вам покажу все дальше. Каждый раз после готовки, каждый вечер, перед сном, чтобы с утра не набесила эта плита, я ее мой. Ну, вот видите, ее протерли с романом грязни по пуске 100 годов. Посмотрите, какая у нас красота с утра. Это вообще... Я проснулась в 10 практически. Вчера вот этот буря, Ольга, снегопад. Посмотрите. Красиво. Короче, проснулась в 10. Говорю, Коля, просыпайся и езжай пытаться на сноуборде. Потому что слишком классная погода, чтобы отказываться от этого сейчас. Очень красиво, конечно. Мне больше видео снять. Дорогу запустить. Смотрите, он пульсосит. Откуда что-то такое вообще? Так, а ты. Мусорно пульсосит постоянно, все равно. Ладно. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут с нашей одеждой. Мне прям интересно. Так, где у нас перед? Перед вот этот. Ой. Да, все, отстирал. Вообще, отстирал реально все. Все. Вот эта штанина была вот здесь. Если она где-то была, ничего нет. Девчонки, у нас за три месяца пролежало жирное пятно. Точнее, штаны с жирным пятном. Все чисто. Так, а здесь платье тоже. Ну, здесь я думаю, что тем более отстирал. Потому что здесь я не так бы нас пачкала. Да, все чистенько. Ну, запах обычный. Он как бы без запаха, я бы даже сказала. Мне как раз в беременность самое то сейчас. Так, и теперь смотрим наши сынки. Ну, что на них смотреть? С ними точно все хорошо. Да, кстати, мне вчера просто не хватило уже места. Ой, вот видите, если без пленки делать, мне вчера было лень обматывать. Оно все примерзло. Сейчас ножом будем повырять. А здесь вот легко снимаются. И сделаю еще вот здесь. Сейчас будем их убирать пакетом. И что еще? Жарить. Ну, что уже получается. Так. у них останется сейчас убрать пакет сейчас сколько я на это потратила на 40 вот так что больше снимала конечно видосики сейчас по пакетам что беру да я делаю большие сырники потому что во первых маленьких влага конечно не так сохраняется в маленьких они более сухие становятся вот таких больших сохраняется больше они более таки мягенькие плюс это было удобно ли потому что вы видели сами что было очень много сырников на этой массы все пакетом и кстати могут ездили в загородный домик опять на мой день рождения в январе и я также с собой взяла вот так сырники в пакете у нас же друг с нами был это было отлично я просто утра проснулась пожарила сырники завтра был готов попробуйте этот рецепт рассказывать а давайте я сейчас поставлю пока что на плиту сковородку мне надо еще духовку мне помыть так я оставлю сразу подольше и ну на чуть выше среднего разогреваю что он хорошо разогретое было и я чуть позже масло налью просто это так прикиньте вот это только половина это нам кушать не перекушать просто удобно что потом это вообще не занимает времени и не нужно заказывать иногда вот резко просыпаешься хочется чего-нибудь вкусного на завтрак приходит заказывать там самокате в первых не всегда вкусно у трех ты не знаешь что там составе от этих лет не свое есть вообще-то и второй мешочек жоп два таких легкий перекус что я рассказываю это сырники это же не даже не блины чо ха 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 потому что если маленькие они сухие получаются нельзя маленькие сильно жарить плюс я еще сделал три килограмма творожной массы натираешь 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 там раз и все снова грязные но у нее не очень много и кисточкой прохожусь чтобы она распределилась потому что мне кажется часто льют много масла потому что она не распределяется достаточно открываю свою тару снижаю при этом чуть-чуть на серединочку вот и жарю просто двух сторон до золотистой корочки курочки мои огромные анти а лудушки короче просто на это минуты по 3 наверное 35 минут с каждой стороны на среднем огне и в конце я убавляю вообще на минимум и накрываю крышечкой еще минутки на 3 чтобы они такие были прям хорошенькие хорошенькие так я сварилась бы еще кофе красиво я уже накрыла все на стул на стул такая красота в общем такие свечки получаются они действительно достаточно большие но мы это вышла ведь по размеру сами как вам удобно я подаю сметанкой поставила варенье такое люблю обычно я люблю больше вишневой но осталось клубника то что будем сейчас завтракать красоте приятного солнышко но ничего скоро скоро она у нас будет чаще бывать и свинечки красивые очень люблю красоту всем приятного аппетита кто кушает тоже вместе с нами в общем я решила немножечко убраться и на днях заказали с колей такие полочки для нашей ванны не хочется показывать с одной стороны ничего потому что я сейчас здесь буду умывать в общем у нас очень жесткая вода ведь этот белый налет короче мы когда только делали ремонт купили ну только доделали купили вот эту этажерку такую чтобы оставить все ну всю химию которой мы пользуемся там гели для душа и так далее естественно это неудобно потому что под ней заливается вот здесь вот вода скапливается она и так жесткая остается вот такой налет видите на стенах постоянно приходится мыть и она сама по себе постоянно под водой получается стоит во первых там вода внизу скапливается из-за рамок во вторых как сказать во вторых она постоянно налете мы хотим перевесить полочки вот куда-нибудь сюда соответственно сейчас я тоже вот это все буду отмывать в принципе пришло время помыть душевое как бы ее хоть каждый день мы она все время такой стоит в общем мы хотим полочки повесить вот сюда потому что на них будет меньше так попадать вода и так будет гораздо удобнее чем наконец постоянно пересматривать все это и плюс я хочу я уже сейчас закажу ванночки органайзеры диффузоры как называется в общем дозаторы золотые такие красивые хочу чтобы поставить на эти полки и не было вот такой разношерстной ерунды и закажу новую губку которая тоже будет под цвет подходить вот хочу сейчас посмотреть как это делается в общем тут есть такие штучки не знаю кто будет держаться в комментариях там точнее в отзывах писали что будет крепко все держаться не знаю насколько это правда короче сейчас хочу попробовать по инструкции очистите обезжирьте снимите защитную пленку защитная пленка это что защитная пленка это вот это вот это короче вот здесь я снимаю эту пленку защитную боже чтобы быть умной чуть-чуть а нет вот она не так вот да то есть сзади где-то здесь есть защитная пленочка потом открутите винты и снимите полку я сначала я помою нашу душевую запомните какая она грязная но она не будет прям идеально чистой потому что к сожалению за там в пять лет она ну будет конечно гораздо чище сейчас я все уберу здесь все обезжирю а вот эту этажерку я отмою тоже поставим ее в туалет там она не будет в таком налете она будет чистой там мы поставим тоже всякие диффузоры освежители воздуха и туалетную бумагу и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что мы сейчас с кофейком запеканочку, а Коля сказала, что он будет еще и второй окошко, поэтому Николай будет полноценный прием пищи, что мы сейчас в такой красоте будем перекусывать. Суприз, пришли, поели, пришли во вторую квартиру, теперь спать захотелось так, да? Да. А надо вот это убрать, наверное. Наверное, с шаром ванну попасть? Нет, наоборот, здесь пока не потемнело. Надо потрудиться, будет забыть. Так, чтобы там лежало. Ну, вот так вот он не бросает. Блин, как светло, как хорошо. Дальше попробую фоткать. И... И все, будем надеяться, что ее быстро выйдет. О, потому что она очень красивая. Мне больше внимания на вот эти штуки, там будут кондиционеры, мы еще пустых не подключали, потому что мало. Морозный сейчас, морозный. Я хожу вот это, как теплка какая-то, непонятно. Записала я не очень хорошо. В общем, я напомню, что мы покупали эти квартиры уже достаточно давно, 2 года прошло. Брали мы их в ипотеку, но ипотеку мы выплатили достаточно быстро и брали ее под достаточно низкий процент. Где-то, не помню сколько, процентов 5, наверное, но выплатили мы ее быстро. Переплата у нас получилась по 150 тысяч за каждую квартиру. А с учетом удорожания самих квартир, как бы получилось вообще незаметно. Даже так. И вот, когда мы начинали делать ремонт, точнее, когда перед сдачей, мы планировали, что мы сделаем достаточно бюджетный ремонт. С дешевой плиткой, в общем, под сдачу. Но потом у нас все это переигралось, и мы решили, что мы будем продавать эти квартиры. Ту квартиру мы временно будем сдавать. Пока я просто не работаю. И нам нужно будет перекрывать ипотеку, потому что эту квартиру мы продаем, чтобы купить еще там квартиру. В общем, не суть. И я, наконец-то, посчитала, сколько у нас ушло денег на это все. Напомню, что у нас квартиры, это небольшие... Небольшие студии, порядка 26-27 квадратных метров. Была отделка white box, то есть нужно было бы возводить стены, как это часто сейчас бывает. То есть у тебя есть планировка, где нужно возвести стены. Здесь их немного, но, тем не менее, нужно было бы возводить стены, как раз вот где я сижу, в ванной. Соответственно, мы делали дополнительно... Что? Дополнительно разводили электрику, сантехнику полностью делали, так как нам нужно менять все. Делали, соответственно, керамогранит. Устанавливали сантехнику полностью. Всю вот эту красоту я вводили. Также потолки, обои, двери, ламинат. В общем, все. Керамогранит у нас здесь... Это самое дорогое, что у нас здесь было. Керамогранит у нас, соответственно, на стенах в ванной, на полу и на полу в коридоре. Вот. Соответственно, да. Кстати, здесь дом достаточно... Ну, здесь комфорт класс. Он чуть повыше, чем там, где мы живем. И здесь, в принципе, даже были ровные стены, ровные полы. Здесь гораздо лучше все было сделано, чем у нас. Вот. Но поэтому у нас как бы было здесь относительно дешевле, чем могло бы быть, если бы у нас была черновая отделка. Ох, дыхание не хватает. В общем. И также мы еще что сделали? Мы заранее сразу сделали кондиционеры. Но как бы мы их до конца не установили, как я вам сейчас говорила. Потому что нужно запускать их не в морозы желательно. И мы решили, что не стоит с этим торопиться. Зачем? Самое главное, что мы сделали, это мы их подключили. И большой плюс, что мы как бы провели их по закону. Мы делали магистраль сразу в канализацию. То есть будущим человек, владелец квартиры, не будет заморачиваться с тем, что к нему будет приходить застройщик и говорить на управляющей компании. Говорить о том, что вы неправильно сделали слив, и на голову к людям капает вода. Соответственно, мы все это сделали. И завод и квартиры вместе с кухнями. Кухню мы заказывали тоже не очень дорогую в столоплит. Но по нашим замерам, с техникой, соответственно, судомойка, плита, духовка. Сейчас я приложу, Коля будет ванную фоткать. Я вам продолжу рассказывать. Ну, пыль, потому что с этих летит. У меня уже там куртка, уже все, грязная. А у меня-то нет. У тебя, наверное, тоже, да. Все, уже грязная. Нет. Фу, швак, все. Давай, я уже. Отдыхалка закончилась разговаривать. Вот, собственно, вот эти вот кухни. Да что ты издеваешься надо мной, тварь? Кстати, я тебе с петличкой вот такой записать, где были слышны. Да здорово, я забыла ее. Я пока не привыкла. Он не прекратит. Скотобаза такая. Видимо, не раз по мне поговорить. Скотина такая. Ну ладно. Сейчас расскажу. Смотри, перестал сверлить. Красиво. У тебя тоже горизонт завален. Что ты на меня говоришь? Не сильно, конечно, он завален. Какие-то нет. Красиво. Я хочу купить эту квартиру. Можно мне, пожалуйста, две? Детальки я фоткал, чтобы понять, что там есть наполнение, а не голые фасады, чтобы вы их снимали. Это случайный кадр. Да. Ну, может. Чтобы просто видишь, так ящик, а так люди смотрят. Ах ты, как красиво. Как люди смотрят, а там посуда моя. А они такие, елки, мы что, в 21 век попадем? Это детальки, что все красиво. О, красиво, смотри, как. Я там вид сфоткал, бомбовый вид дальше, Лисапера. Это чтобы спрашивать, мы все показывали. Смотри, как красиво, вообще. Писен. Я хотела сказать Писен. Писен. Да. Вот так вот, смотри, закат. У вас тут будет кусочек по Плинтуса. Нет, я здесь фоткал, что свет выведен наружу. А, я понял. Что в корзину проведен, все есть кондейчик. Что вот с таким видосиком вы будете жить, смотреть видосик. Такие, смотрите, как красиво у вас видно. Тут можно плавать, мыть жопу. Тут можно не мыть жопу. Подпишем бытовой мусор, выбросим, конечно. Ну да, но ничего страшного. Оказывается, можно поскакать, если кто хочет. Устроить себе физкультуру. Если давно, хотел пофизкультурить. Наши дорогие эти. Плинтуса за 15 тысяч. Карнизы. Карнизи потолочные плинтуса. Красиво, короче, красиво. И вошла в маню гречную. Я здесь сидела, сейчас записывала вам видео, пока он фоткал. Красивые смесители. Мне так и не нравятся. Они керамические. Понимаете, они не пластмассовые. Это керамика и не ржа хорошая. Ржа украдем. Вообще кайф. Я бы все такие хотел. Маш как раз за 5 лет умер уже. Красиво, конечно. Ой, бог ты, май. Посмотри, какие красивые. Я сфоткал это. Типа, вы будете вот так уезжать. Вот так уезжать в визуализацию. Я хотел с ногами и спинкой сфоткаться своей. Но типа лень, холодно. Класс. Блин, боже мой. Посмотрите, как вот эти двери красиво сочетаются. Мама. Мама. Туалет, здесь какать будете. Надо было сейчас сесть и так вот ноги свои сфоткать. Блин, даже унитаз, он небольшой. Но унитаз дорогой, понимаете? Ну типа у нас дешевле унитаз. У нас, да. Я просто сказал сейчас марку унитаза и офигел. У нас типа, а здесь как бы нормальная марка европейская. То есть не Китай, а сантехника. Что самое интересное. И ты такой. Хочет из цена переехать. Ну только побольше, чтобы оно было. А так, да. Боже, и как мне нравятся эти двери. У нас такого нет. Тут... Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, что перестала сверлить, когда это не нужно. Такой расфокус жестким, нормальный. Спасибо. Поговорила, рассказала. Сейчас хочу. Так. Гюльчатай, забрала свои швабры. Это все. Убралась. Уходи. Уходи. Все, всем пока. До скорой встречи. Мы с моим девчонком пошли. Ты забыл козел свой. Забыл. Козел, пойдем со мной. Козел, пойдем. Все, хозяин, пока. Пиши. Так и живем. Мы все, мы снова вернулись в первую квартиру. В общем, я могу вам-то рассказать здесь вроде потише. Там надоело. Начинала сверлить, когда что-то рассказывала. В общем, в чем я становилась кухня, в общем, мы заказывали в стол плит. Тоже, типа, достаточно скромненькие. Но по нашим размерам, вместе с техникой, в общем, все встроенное. Сама кухня очень хорошая. Очень неплохая тогда. Потому что сейчас с ценами там в сильных кухнях, я боюсь даже представить, сколько бы она стоила, такая маленькая. Ну и, соответственно, все, что у нас, все на две квартиры. Все, что я перечисляла. С работой, с материалами, с техникой. Ну, с техникой без, там, холодильника, я считаю. Вот, то есть кухня со встроенной всей техникой. Обои, полы. Работы все, короче. У нас ушло на две квартиры миллион семьсот. По восемьсот пятьдесят тысяч в среднем на каждую квартиру. Я считаю, что в двадцать четвертом году это достаточно недорого. Вот. Но при этом нужно учитывать, что у нас здесь была white бокс отделка. То есть мы, если бы это была черновая отделка, мы бы потратили сильно больше, но процентов на зритель наверное больше, потому что рабочие бы взяли гораздо больше, по срокам это было бы дольше, хотя для нас было некритично, на что бы еще. И на материалы больше, потому что вот эти черновые материалы, которые ты не видишь в саба, они стоят очень много, и ты как бы не видишь, куда они уходят. Нет, вроде мешок стоит сто рублей, но тебе нужно пятьдесят мешков. Ну да, и то есть вот так вот набегает очень много. Мы так на клей-плиточный, что ли, отдали, и на что мы на стяжку. А, мы стяжку балкона делали. Нам что-то нужно было, сколько нужно было мешков? Я не помню, но очень много, три-четыре, почти тонну. Больше, а тонну на квартиру, посещать программу. Да, там что-то такое, потому что они уровень балкона поднимали в уровень квартиры. Да, потому что мы не утепляли сам балкон, но мы выровняли пол, залили его, и там очень много ушло. Я не знаю, сколько бы, если бы нужно было все полы, стяжку делать, то было бы пипец. Вот, соответственно, у нас вышло дороже, а так, восемьсот пятьдесят тысяч вместе с кухней, при том, что мы не сказать, что экономили прям на чем-то сильно. В моем инстаграме, в актуальном, я просто сейчас уже, конечно же, все цены не помню, потому что мы начинали это делать в ноябре, а сейчас уже февраль. Вот, вы можете зайти, посмотреть, сколько мы за что отдали. Там более подробно, сколько квадратный метр у нас по ремонту именно рабочим вышел, сколько у нас стоили обои, сколько у нас номинат стоил. Вот это все прям до копейки все с чеками есть. Можете зайти посмотреть и все этапы, как у нас это все происходило. Вот, соответственно, да, что я хочу еще сказать. Но я хочу вам сказать такую странную вещь. В общем, эти квартиры находятся территориально в Москве. До этого, вот мы живем с Колей, как бы в Московской области, в Подмосковье, наша квартира. И до этого мы делали квартиры в Московской области. И та бригада, которая делала нам весной в такой же, точно в такой же квартире ремонт, она приехала сюда и сказала ценник в два раза выше. Когда мы вообще офигели, потому что мы планировали только с ними работать, мы им это говорили. Они сказали, ну, это же Москва. Хотя разница тут несколько километров буквально. Короче, непонятно, почему так. Здесь они, вот, почему-то в Москве нужно брать сразу больше. Хотя тут разница, реально расстояние пора километров. Вот. То есть такое странное. Но, да, по ремонту, как бы, я бы... Вот у нас в квартире, я уже много раз говорила, это в нашей квартире, где мы живем, там некоторые вещи, ну, многие вещи, они бюджетнее, чем здесь. Поэтому там даже, вот, как Оля говорил, что там унитаз, например, здесь классный у нас, унитаз вообще самый дешевый. Какие-то у нас штуки, там, ну, плитка у нас дешевле значительно, потому что здесь очень дорогой керамогранит. У нас это самая, самая большая статья расходов. Мы, это первое, что мы покупали, мы покупали там что-то для... Ну, класс ламината выше. Ну, да, ну, ладно, не суть. Самое дорогое, я не имею в виду. Розетки очень дорого вышли. Розетки очень дорогие, но они стеклянные, это не пластик, это стекло, но у нас розетки, наши пластиковые, просто потрескались в первый год. Ну, они очень быстро потрескались, и у мамы, кстати, тоже мамы подорожнейшую, но все равно пластик, он быстро. А здесь одна точка вышла где-то 1300, а точек, наверное, квартиру, что... Да, то есть одна розетка, у нас, как бы говоря, 1300 выходило. 40 розеток. 40 розеток. Ну, так вот нормально, да, просто. Вот, да, короче, очень дорого, но я бы сама себе такую хотела. Вот, так что я надеюсь, что вам это была полезная информация, но мы бы сами приехали в такие квартиры, будь они побольше чуть-чуть. Если бы вот мы были не женаты, не замужем, не ждали бы поволнения, мы бы жили обязательно в такой квартире, потому что убираться не надо, много тебе места, много не нужно, потому что вот сейчас приедет шкаф, он достаточно вместительный, когда я жила одна, у меня шкаф был меньше, ты помнишь? Вот мам, он поменьше. Он узенький, да, он может быть повыше, но, в общем, мне бы места хватило вообще с котом, с моим одним, с роботом-пылесосом, я бы здесь вообще гайфовала, плюс здесь спешей доступности метро. Короче, ладно, замечательная квартира, вот такие замечательные люстры, вообще мне здесь очень нравится. Вот, так что я надеюсь, что вам было интересно, из-за этого давайте мне лайк, комментарий, подписку, все вместе. Вот, это то, что я с вами поделилась с таким моментом. Спасибо.